В сквере напротив офиса канцлера обычно митингуют против визитов глав иностранных государств из-за права человека. Но на этой неделе речь идет о деньгах. Три десятка неправительственных организаций протестуют против проекта федерального бюджета на следующий год, ибо в нем урезаны расходы на международное сотрудничество. Если посмотреть на сокращение бюджета последних лет, то в 2023 году урезали миллиард, в 2024 урезали миллиард и вот еще миллиард в 2025. А за всеми этими цифрами стоят человеческие жизни, которые уже не спасти. Честно говоря, стратегически эти решения абсолютно дебильны, потому что экономия сегодня — это кризис завтра. И если мы не будем вкладываться в превентивную работу, в то, чтобы помочь людям найти перспективу в жизни, нам это аукнется, причем это будет гораздо дороже. Проект бюджета Германии на следующий год рождался мучительно долго. Переговоры продолжались чуть ли не 80 часов. В какой-то момент под угрозой оказалась вся правительственная коалиция. Но потом был найден компромисс, который должен быть еще одобрен парламентом. Один из важных моментов — объем военной помощи Украине в бюджете на следующий год сокращен вдвое. Однако это вовсе не значит, что Киев останется без средств. Просто пробел будет восполнен из других источников. Мы будем по-прежнему поддерживать Украину в ее защите европейской свободы и безопасности. Для этого в бюджете предусмотрены средства. Однако большая часть средств, необходимых для этого, будет поступать из европейских источников и финансового инструмента «Большой семерки», который предусматривает использование процентов от замороженных российских активов. Так что еще в этом году Украине будут предоставлены 50 миллиардов долларов, которыми она сможет распоряжаться самостоятельно. Для финансирования дефицита бюджета правительство привлечет 43 миллиарда евро новых долговых заимствований. Однако некоторым все-таки придется экономить. Урезаны бюджеты МИДа, Министерства экономики и Министерства экономического сотрудничества и развития. Зато больше денег получит Министерство обороны, Министерство транспорта и Министерство труда и социальных вопросов. Причем последнее – абсолютный рекордсмен по расходам, и связано это в том числе и с социальными обязательствами властей по выплате пособий безработным. Однако митингующие возле офиса канцлера уверены, что Германия ответственна не только за обеспечение своих граждан, но и за помощь жителям других стран и континентов. Для международного сотрудничества это настоящая катастрофа. Мы поэтому в таком шоке, поскольку урезан целый миллиард. Все говорят об Украине и о секторе газа, а про войну в Судане просто забыли. А там люди вынуждены становиться беженцами. Там грозит гуманитарная катастрофа. То есть она там уже началась. Как только парламент вернется в сентябре с каникул, депутаты начнут обсуждать проект бюджета. Эксперты исходят из того, что эти споры будут долгими и жестокими. И что перед окончательным принятием бюджет еще будет изменен. Продолжение следует...